Добрый день, дорогие друзья! В гостях у нас Леонид Григорьевич Увашов, генерал-полковник в отставке. Леонид Григорьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Мои подписчики набросали огромное количество вопросов. Начну с, так сказать, по хронологии событий. В январе-феврале в социальных сетях, в средствах массовой информации широко распространилось обращение, которое было подписано вашим именем. До сих пор люди сомневаются, ваше это было обращение, или это какие-то провокаторы написали. Как это так? Ивашов требует, значит, чуть ли не отставки Путина, требует прекратить разжигание войны. Леонид Григорьевич, это было ваше обращение? Вы как относитесь к тезисам, которые в нем изложены на данный момент? Ну, все, что там изложено, подписываясь под каждым словом, это были дискуссии наши, высшего офицерского совета, общероссийского офицерского собрания. И мы далее провели командно-штабную игру. Есть такая форма, где присутствовали экономисты, специалисты по мировой, по национальным экономикам, где присутствовали аналитики, включая вот нас. Причем аналитики трех уровней – оперативно-тактического, стратегического. И я выступал с коллегами с уровня геополитического анализа. И мы, значит, видели, что создаются ударные группировки и практически сделали заявление, когда стояли в шаге вот от этой специальной военной операции. Вот. Наша цель была предотвратить. И мы проанализировали особое внимание, уделили вот последствиям и результатам, которые планируют достичь. А ведь начиналось все не 24 февраля. Мы помним, с декабря мы стали предъявлять совершенно неправомерные и неприемлемые условия для НАТО там до 97-го года вернуться. Вот. То, что в средствах массовой информации запомнилось как ультиматумы России по нейтралитету Украины и так далее. Ну, там же посмотрите, что значит возвратить к 97-му году, например. Положение стран НАТО. То есть они приняли, мы проглотили это чуть не под аплодисменты. Тем более у нас был подписан основополагающий акт России НАТО. Мы его не задействовали. Вот. Ну, и многое, что мы позволяли им. А потом говорим, нет, нам это не нравится, вы вернитесь к границе. А почему не вернуться тогда к границам Советского Союза и так далее. Вот. И потом мы пошли освобождать русские земли. Ну, у нас много оппонентов было. И сегодня много их. Да, я говорю, ну давайте с Аляски тогда начнем освобождать русские земли. Мы признали Украину, подтолкнули Украину в этот сговор Беловежский. Ельцин там главным был. И отдали вот так Украину, отпустили, признали ее независимость и вооруженные силы и так далее. И Крым даже отдали, хотя Кравчук тогда готов был торговаться по Крыму. Я же все время в переговорном этом процессе. Да. Вот. Так что, ну, мы все позволили, а потом давайте вернем все назад. Понятно? У нас вообще официальные лица допускают самые разные формулировки, очень вольные. И там они иногда рассказывают про радиоактивный пепел. Потом оказывается, что это просто там частное мнение, даже не какого... Это просто он так эмоционально высказался, не обращайте внимания. На самом деле много речи идет про русский мир, про все остальное, но официально. Это спецоперация с целью защиты Донбасса и освобождения, с целью демилитаризации и деноцификации. Это вот то, что официально. Официально никто русские земли не освобождает. Вот у вас на данный момент после 7 месяцев боевых действий есть понимание, что же имелось в виду под демилитаризацией и деноцификацией? Вы понимаете, я военный профессионал. Но, и мы изучаем все виды боевых действий, виды специальных операций. И нигде в наших наставлениях, там, уставах понятия, вот, деноцификация нет. Не возлагается эта задача на вооруженные силы. Вот, не возлагается. Демилитаризацию тоже мы не проводим. Мы можем участвовать в спецоперации, которые проводят там спецслужбы, или я не знаю, что такое деноцификация. Она вообще в русском языке появилась совсем недавно. Да, вот. Ну, как вот Германию. Просто ввели военные действия, фашистскую Германию. И параллельно шли там политические органы, спецслужбы там, НКВД и так далее. Вот они там деноцифицировали. Уничтожали фашистские, нацистские организации. Ну, потом Нюрнбергский трибунал подтвердил это. И это было понятно. Уничтожить как систему вот эту нацистскую партию, нацистские организации и так далее. А что здесь требовалось сделать? Ну, честно говоря, трудно понять. Ведь если там и были вот эти бендеровцы, ну, я работал плотно с министрами обороны Украины, там, с коллегами своими, международниками и так далее. И я точно вам скажу, и даже участвовал в переговорах там от министра обороны с президентами Украины, тем же Ленин Даниловичем Кучма и так далее. И я скажу, что на Украине они ощущали вот эту бендеровщину. И они давали бой. И готовы были, если бы мы поддержали их в различных формах, они готовы были сами разобраться с этими нацистами. И не так их было много. И, кстати, вот этот батальон Азов, который в полк превратился, он создавался на славянской территории. И потом это приняло широкое движение по Украине. Но в Западной Украине не было. И первая задача, или целеполагание первой Азова, это бороться с бендеровцами и с вот этими нациками. Ну, плюс потом появился еще антисемицизм у них. Так что вот как они формировались. И во многом это были в какой-то мере и наши союзники, вот под антификацией особенно. Я думаю, вы здесь уже, все наши слушатели поняли вашу позицию. Спасибо вам за объяснение. Здесь еще один очень важный тезис, который часто можно услышать. Что если бы мы не начали спецоперацию, то НАТО как раз в последние годы накачивало Украину вооружением особенно интенсивно. И они бы устроили зачистку Донбасса, Луганска, попытались атаковать Крым и со всеми вытекающими последствиями. На это как вы смотрите? Ну, я смотрю, как на очередной пропагандистский бред. Я начинал свою офицерскую службу с офицеров войсковой разведки, командир подразделения войсковой разведки. И нас учили. И потом даже рос международными делами, что есть система признаков. Не Яша Кедми, который откуда-то приехал, не Платошкин, вот эти великие полководцы, Квачков, Платошкин, Гиркин, которые все... И масса других, и депутаты, и так далее, и Соловьева, вот эта пропагандистская машина. Все показали, что там, с одной стороны, вот смотрите, показывают, что да что там, да за три дня пройдем. Там кто-то назвал, у Соловьева, по-моему, там три месяца. Какие три месяца? Этот один, Коротченко, по-моему, говорит, там нас будут святами. Кедми, а это идет на все население, включая лиц, принимающих решения. Вот, и Кедми, да как... Вот проблема одна, что рано мы начнем. Цветов не будет хватать. А по Одессе он, и укрутили его. Но в Одессе есть только одна угроза, одна опасность. Что одесситы задушат в объятиях радостям российских морпехов. Ну, посмотрите, что это. И поэтому винить нужно не генералов прежде всего, а что вот они создали, вот эти пропагандисты, великие, в кавычках, полководцы. Вот, отовсюду, вот это, создали, вот, такое давление, в том числе и на генеральный штаб, там, я не знаю, Шойгу кого слушал. Герасимово генштаб или вот, значит, вот этих великих полководцев, которые все за три дня, за неделю, там, и так далее. Вот кто сыграл вот эту самую паскудную роль. Это интересная тема. Вот вы говорите, слушал ли Шойгу Герасимова. Вы считаете, Герасимов мог давать более достоверную какую-то картину? Потому что это тоже вопрос периодически обсуждается, что и ФСБ должно было поставлять информацию, они, видимо, провалили свою работу, и разведка должна была. Вот, кто виноват в том, что на полном серьезе люди взяли с собой на спецоперацию парадные мундиры, чтобы маршировать по центру Киева? Ну, первое. Вот, вы понимаете, ну, принималось решение, вот, это, наверное, первый совет безопасности на национальном уровне, где принимаются важные решения в прямом эфире, транслируя на весь мир. Это вот первый. О какой спецоперации речь вести? Ну, тут о признании, ладно, там говорили, но подразумевали. И Нарышкин высказал там свое. Он больше знал, наверное, других. Это первое. Что вот такое важное решение, пусть даже там признание, включение в состав России, но с обязательным сопровождением военных действий. И я посмотрел на профессионализм членов Совета безопасности. Ни одного, кто бы младшим лейтенантом служил в вооруженных силах, там не было. Звезд много, и золотов, и колокольцев там, и много-много. Но начальника генерального штаба или не пригласили, или он с этой авантюрой был не согласен. Вот здесь я точно сказать не могу. Да. Но ни одного, говорю, даже кто бы отделением покомандовал хотя бы в звании сержанта и поучаствовал бы в каких-то серьезных операциях, не было. Я помню, как мы готовили операцию «Престинский бросок». Она довольно значимая и так далее. Во-первых, полностью знали о ходе операции и этапах этой операции, о привлеченных средствах. Шесть человек в Российской Федерации. Бывший министр иностранных дел Сергей Иванов, да, он обижается по сей день, что мы не поставили их в известность. И я говорил, стоп, стоп, стоп. Пока идет переговорный процесс, там все эти бодяги такие, вот, консультации и так далее. Мы действуем вместе. Но когда поставлена военная задача, МИДовцам нужно ждать результаты. И если на всякий случай, значит, действуем. И мы отработали, и с НАТО, со странами НАТО отработали. И у нас в НАТО были союзники. Союзники, которые помогали нам информацией и так далее. Не буду я называть. Но те, кто не хотел войны в Европу. Сегодня мы полезли, не просчитав геополитические последствия, а что будет с мировым сообществом. Кто нас поддержит, где наши союзники. На авось надеялись. Не бывает так. А что будет с мировой экономикой. А что будет с энергетическим сектором Европы. А что будет с нейтральными странами. Сколько усилий. Вот Евгений Максимович Примаков, маршал Сергеев. Что мы только там искусство великое проявляли. Особенно Евгений Максимович Примаков. И ставил нам задачу, чтобы Швеция и Финляндия никогда не были членами НАТО. И все это не просчитывалось. Потому что профессионалов, аналитиков вот такого уровня не было. И дальше вот там трубят, трубят вот сейчас, что вот оказывается украинцы там на переднем крае бетонные укрепления делали. Да тот, кто к наступлению готовится, не зарывается в бетон. И поэтому я ни одного признака не видел того, что Украина готовится напасть на Россию. Да, они же вели вот эти, ни шатка, ни валка, вот эти постоянные обстрелы, оказывая давление. Но в то же время шел Минский процесс, в ходе которого Россия неоднократно, и Лавров откровенно говорил, что мы не претендуем на эти территории, что мы их считаем составной частью Украины, и вы вроде там договариваетесь. И 8 лет мурыжили. Хотя есть, вот как Крым, там Севастополь, есть международные конвенции о реализации права нации на самоопределение. Вот. И Крым, Севастополь поступили так. Мы их признали. 11 мая проводятся референдумы в Луганске и Донбассе. Мы не признаем, где какая логика. То есть вы хотите сказать, что принципиальная ошибка была допущена именно тогда? То есть надо было еще в 1415 году признавать референдумы и все? Вы понимаете, это не просто наше желание, наше возможность. Вот в этих конвенциях, вот, конвенциях, две конвенции о реализации права на самоопределение, есть обязанность каждого члена ООН. Если проводится референдум без нарушений, там, серьезных нарушений, то каждый член ООН обязан признать результаты референдума, оказать содействие новому, так сказать, международному субъекту, чтобы он стал членом ООН. И, значит, оказать там помощь в становлении государственности и так далее. Это обязанность. Как мы в Крыму и поступили. Поэтому мне вот это непонятно. Сначала нет-нет-нет, вы не наши, вы там, да, занимаетесь, мы там гуманитарную помощь оказываем и не признаем. Я же встречался и с Захарченко не раз, вот и с Пушилиным мы встречали. Ну, просто понимания вот этой ситуации у нас не было. Вроде и профессиональные МИДовцы и так далее, но, к сожалению, у нас два МИДа. МИД на Смоленске и второй МИД, значит, да, это управление по международным делам или внешней политикой, он называет, при призме в администрации президент. И, насколько мне известно, не особенно Ушаков и Лавров дружат между собой. Вот. И, поскольку я, МИД, как бы мне родной, вот, ну, многие говорили, что не каждое решение мы предлагаем даже президенту. Есть другие предложения. Вот и все. В общем, в 1415-м Майдан допустили, референдумы донбасские не признали, за все это время трубу не перекрыли. Когда были какие-то возможности решить эти вопросы без проведения боевых действий, все это было упущено. И вот мы сейчас имеем спецоперация, продолжается более 7 месяцев. Началась частичная мобилизация. Идут разговоры о том, что может быть применено ядерное оружие. Вот по этим пунктам, каково ваше впечатление, каково ваш прогноз, профессиональное мнение? Значит, то, что спецоперация затянулась, какие вообще перспективы? Мобилизация повлияет на это, не повлияет? Будет ли нанесен ядерный удар? Я задаю эти три вопроса вместе, потому что один с другим связан непосредственно. Значит, вот из надежного источника прислали мне, как отреагировали на каждый наш шаг НАТО. Это там наши Скобеева, Соловьев там все на передачах, что они там уже вообще воевать разучились и прочее, прочее. Там некому говорить, вот только буквально вчера, вот, я бегло пробегу. Это реакция на нашу мобилизацию и на присоединение в этих территориях, в состав России. В Европу, причем тайно, прибыли до 20 новых. Ф-35 – это новейшие самолеты, около 25, Ф-22, и все со спецоборудованием. Спецоборудование – это подвески для ядерных боеприпасов, да. Что означает возможное прибытие там, значит, и боеприпасов к ним. Да, и это помимо контрактного, да, идет в Европу. Готовится переброска для сотни F-15, которую Украина просит, F-16. В данный момент США снимается с хранения около 300 авиамашин разного типа, которые направляют в Европу. Идет модернизация и доводка техники. В Великобритании и Франции начали рассредоточение своих ударных частей, в частности, авиации, ракетных подразделений. Польша заключила крупный контракт с Южной Кореей, там, на… и получая первые танки, самолеты. Япония заключила тайные контракты с рядом стран Восточной Европы и так далее, значит. Леонид Григорьевич, это не секретная информация? Это нет, это, ну, в интернете, так скажем, гуляет, да. Наблюдается выход с баз типа Рамштайна неких конвоев, в том числе якобы гражданских. Судя по всему, идет рассредоточение ядерных сил, размещенных в Германии и в Италии. Ежедневно порты Роттердама и Италия прибывают сюда с тяжелой боевой техникой США и Канады и так далее. И негласные переброски, и гласные идут, и так далее. Поэтому это я хорошо знаю НАТО. Я много работал с ним, знаю вот первый эшелон или соединение боевой готовности, там, порядка 60 тысяч. И знаю, что никогда, даже в годы Холодной войны, но обострение, там, Берлинский кризис, Карибский кризис, вот, никогда вот таких масштабных этих не производилось. Польский, чешский, ВПК показывают рекордные показатели. И в целом, вот сегодня на Западе наблюдается сильнейшая меритаризация, чего не было. Ну, эта активность как раз вполне объяснима, ведь американский, европейский военно-промышленный комплекс сейчас очень хорошо на этом зарабатывает, а деньги, двигатель всего в капиталистическом обществе. Ну, вы понимаете, что это не только, вот я говорю о особенности вот нынешней ситуации, что посмотрите, сегодня даже часть арабских государств, Турция активно участвует как член НАТО. Но, посмотрите, Южная Корея, Япония, Австралия, даже Новая Зеландия делает, вот, мы инициировали, нельзя это говорить, ну, ладно, там, да, инициировали вот этот процесс, милитаризация всего мирового сообщества. На этом фоне, на фоне нашей спецоперации, значит, и китайцы сейчас обращают внимание там, ну, раскручивают, как бы, военно-промышленный свой комплекс и так далее. Вот. Ради чего мне понять сложно. Ну, и главное, что вот я указывал там в заявлении, которое вот мы обсудили, обыграли, и специально те ребята, которые прошли Афганистан, причем участвовали вот и те, кто украинские, ведь не знаю, что вот украинские, белорусские и российские, афганцы, так называемые, кто прошел, они создали движение, и они вели вот этот примиренческий процесс, но не позволили нам в Москве собраться, я уже там, Нурсултан Абишич, Назарбаев выходил, что-то там дали, и разрешили проводить вот эти миротворческие операции, три таких заседания проходило в Анкаре и в Стамбуле. Турция разрешила, и вот этот процесс, куда, кстати, и Азов был, представители Азову вот решали, как не допустить вот этой войны. Понимаете, вот что было? Вот. И вот стали прогнозировать вот последний этап в ходе нашей игры, какие будут потери. Ну, там, первое, что Афганистан за 10 лет, мы там менее 15 тысяч потеряли погибшими, да. Но здесь вот, ну, мы стали рассматривать внимательно, что такое украинская армия, 250 тысяч. Они, взяв за основу, оставив советскую структуру и советские там тактику и подготовку войск, они насытили это все и новыми структурами, ну, бригадного состава, вот, и новой методикой и тактикой подготовки войск, то есть действий. Вот. И вот как мы начинали, ну, мне трудно понять, какой глубокий замысел. Вы понимаете, что вот винить Генштадт и так далее. А давайте посмотрим состав воюющих подразделений, частей, команд там, как угодно эти, да, с нашей стороны. И кому не подчиняется. Вот тот же Вагнер, он раньше других начал так действовать. Дальше там Барс, Тигры и так далее. Там частные, запрещенные, кстати, у нас подразделения, они не подчинялись общему плану, общему командованию. Дальше Росгвардия, кому-то она подчинялась вот как-то. МВД зашли туда, подразделения. Дальше чеченский какой-то гарнизон там, контингент. Вот. Для меня вот это было непонятно. Потому что еще в 41-м году, когда, ну, где-то в сентябре, Сталин пригласил маршала Шапошникова, Бориса Михайловича. Он уже начальником Генштаба не был. Вот. И он, почему мы проигрываем? И Борис Михайлович сказал, потому что офицеры зажаты, командиры зажаты со всех сторон. То комиссар, он старше выглядел, да, старшим как бы вот по положению, как представители чуть ли не ЦК там, наблюдатели. Дальше Смершевцы были и так далее. И вот хорошо фильм «Живые и мертвые» по роману Константина Симонова. Показано вот Серпилин, которого Анатолий Попанов играет. Вот видно, как там с ним комиссары его дивизии разговаривают, что я там не согласен буду и так далее. Вот. И в этой ситуации офицеры не могли творчески применять даже какой-то опыт, какие-то знания, какие-то выводы реализовывать на этом. Не могли, да. И вот с 42-го года мы видим офицерские собрания там, суды чести и так далее. И все стали комиссары замполитами, заместителями командира, ну, и Смершевцы там и так далее. Все как бы стали своими делами заниматься. А командир стал единоначальником. Вот сегодня, вот командующего назначают, там, или командира дивизии, а ему вот это не обругать бы их там, Росгвардию все, они не подчиняются, решают свои задачи. Вы говорите о том, что существует сильный фактор неразберихи, хаоса. В народе говорят, армию развалили. Леонид Григорьевич, при этом Украина такая же олигархизированная капиталистическая страна на осколках Советского Союза. Но почему у них удалось армию подготовить на сколько-то хотя бы? А у нас вот такая ситуация. С чем вы это связываете в первую очередь? Я, например, наблюдал, как министр обороны Александр Иванович Кузьмук был, генерал армии Украины, как он разговаривал с Кучмой. Да. Он слушал, ну, я помню, там, Мадлен Олбрайт приехала, значит, и с Кучмой там тет-а-тет. Значит, какую армию иметь, кого министром иметь, что обязательно гражданские и так далее. Он поехал с ним, переговорил, когда ему вот это стало известно. Вот. Там с чем-то не согласился. Да, Леонид Данилович. Вот. Он собирает журналистов и своих, и зарубежных, и начинает, это есть его речь, вот какие-то мадам там приезжают к нам и начинают советовать, рекомендовать, давить на президента. Вот. И вот это все выложил. Пусть эти мадамы занимаются своими проблемами там, а к нам не лезут. Вот. И сегодня, посмотрите, особенность наших министров обороны, вот нашего министра обороны, в отличие даже от западных стран, и сегодня и восточноевропейских стран, в том, что там партия победила, приходит один из лидеров этой партии, министр обороны. Но даже в Соединенных Штатах министра обороны не подпускают в некоторые подразделения. Вот. Да, есть комитет начальников штабов, также, кстати, и вот в европейских странах, да. Вот. Министр обороны есть там все, его пустят. Ну, вот женщины там в европейских странах, там все их пустят, там особенно перед выборами. Сфотографироваться там со спецназом, даже вот танк там, эти, значит, садятся за рычаги танков только для рекламы. Им ни секретов не выдают, и не подпускают к вопросам планирования операции, подготовки войск и штабов. Вот. И в организационную структуру. Да, они могут там по деньгам, по бюджету поспорить, но не более того. У нас же министр обороны, он является главнокомандующим. Мы слышим заложный в Украине главнокомандующий. Вот. И он есть министр обороны, но мы его не слышим. Упоминают иногда, вот он там заказывает вооружение, выполняет заявки генштаба Министерства обороны. Да. У нас же министр является главнокомандующим, он определяет и основную военную политику, кто противник у нас, какие, значит, военные действия может развязать и так далее. Ну, мы видели у нас, главный был консультант, или он советник, Яков Кедми, великий тоже полководец он. Его слушали. Вот. И посмотрите дальше. Заказа вооружения сегодня не всегда. Вот, в советское время, даже вот при Ельцине там было, генеральный штаб определял, виды дают заявки, виды вооруженных сил, рода войск, главное там управление, что им нужно иметь. Естественно, каждый хочет свое. А идет обсуждение не одно там на коллегии, военной коллегии, коллегии Министерства обороны. Да. Но генштаб определяет, кому сколько чего дать. Потому что генштаб держит вот не только в голове, но и в документах планы развертывания, планы первых операций там, оборонительных, наступательных, и он видит под эти операции, сколько нужно вооружения, сколько боеприпасов там, самолетов и так далее, сколько нужно иметь в запасе штанов. Это практически плановая экономика, Леонид Григорьевич. Ну, хорошо, останавливаюсь на этом вопросе. Вот в Украине или на Украине, вот там так, залужный, он никому не ходит, идет к президенту, там поспорят, поспешите, на военном совете там, ну, совете национальной безопасности, обсудили и так далее. И дальше они не пускают. У нас проходной двор. Вот объясните мне, зачем вот эти шоумы в виде танкового биатлона со всей там Африки зовен, Мьянма там приезжает на наших танков. Я смысл, причем как раз там, где Таманская, Кантемирская дивизия дислоцируется, а я был заместителем командира полка в Таманской дивизии. И вот не могу понять, зачем изуродовали все полигоны, поля для стрельбы и так далее, и гоняют вот эти игрушки. И посмотрите, как готовятся сухопутные войска наши. Значит, полгода где-то, ну, там, четыре месяца готовятся к биатлону, а потом к параду или наоборот и так далее. И мы хотим, чтобы эти войска, а сегодня вообще выясняется, вот призвали, вот мне присылают здесь, звонят даже вот родители где-то, сослуживцы. Отловили, мобилизовали, везут вот туда, в Таманскую дивизию. В час ночи, этот факт живой, я не буду называть фамилии, в час ночи привозят в Таманскую дивизию туда. Оттуда гонят, гонят, нет, 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 там толпы ходят, гонят, везут в Ногинск. В Ногинске тоже не принимают, но, правда, утром где-то часов десять, говорит, какой-то там тарелки каши дали там и говорит, ждите. Сейчас вот с Хабаровска прислали, с Хабаровска прислали вот эти мобилизованные, где их разместили в казарме. Боже мой, страшно вот это говорить, кто хочет, найдет. Есть в соцсетях, да. Ну что это, армия, с лучшей тех. Леонид Григорьевич, а сама по себе мобилизация частичная, 300 тысяч человек, она может как-то серьезно повлиять на ситуацию? Первое, кто, Павел, вам сказал 300 тысяч? Указ вы читали, президент? Там нет цифр, вы правы. Нет цифр и времени, или дат, сроков нет. А это прокомментировал великий полководец Сергей Кужегетович Шойгу. Ему показалось, 300 хватит. Поэтому дело не в том, что... Вот вы понимаете, сегодня чего в России нет, в том числе в вооруженных силах. Я частично затрагивал тему, что непонятно, кого отловят, бросают туда, кого наймут. Ну, зеки идут воевать. Слушайте, Пригожин вот их там агитирует, угрожает или что-то. Но, ну как можно управлять? И вот отсутствие управления, оно как раз вот и приводит к хаосу, чехарде. Есть издревле вот такая, я еще в училище, когда только поступил, вот нам говорили, там 10 тысяч человек неорганизованных, там все, это толпа. 10 тысяч, значит, собранных, вооруженных, это в лучшем случае партизанщина. А 10 тысяч, поставленных в строй, значит, в рамках единой организации, единого замысла, единой системы подготовки, это дивизии. Так вот, вот там наблюдаем, что мы, вот, поэтому сколько там в эту, вот в толпу, ну, не 10, там 30, 50 тысяч соберений организованных, это все равно ни дивизии, ни корпуса, ни армии не будет. Вот, вот и у нас вот это получается, система в управлении. И у меня вот этот же вопрос висит, вот, висит, в какой степени вот сегодня генеральный штаб самостоятель, способен ли он самостоятельную дать, не по задаче, вот чью-то задачу политическую, не профессионалу, создайте там вот такую, значит, информацию от имени разведки, что вот Украина там побежит, уже бегут и так далее. Вот. Генштаб никогда на это не пойдет. Да. Тогда дайте политическую задачу поставьте, и больше никто не власти. Я еще раз вернусь вот к Прещенскому броску 99-го года. Вот, вот, никто не знал, один командир, один начальник, вот, и все. Даже начальнику генерального штаба, генералу армии Кашмину, у нас были основания не во всем доверять им. Вот. Он полностью характера, этапности вот этих задач он не знал. Поэтому спецоперации блестящие, ее надо в учебнике. Как нейтрализовали мы страны НАТО, чтобы не было внезапного удара. Как не нарушили ни одной статьи, ни уста ООН, ни резолюции Совета Безопасности. Там было записано. Члены ООН и международные организации примут участие в операции по безопасности. Мы предложили НАТОвцам и так далее. Они, значит, нет, это, говорят, международные организации. Это, говорят, про НАТО записано. Где записано? Вот как ты говоришь 300 тысяч. Где записано? Ну, это подразумевается. Так вы подразумеваете. Мы также подразумеваем. Вот. И ни одного раненого не было. Вот это операция, да. А если все-таки мы предположим, что 300 тысяч, они вообще могут на что-то повлиять? И сразу тогда вопрос. Если бы в какой-то фантастической ситуации к вам сейчас пришли и сказали, диктуйте, что делать, мы пойдем и все сделаем в вооруженных силах. Что сейчас надо делать? Переговоры устраивать, отводить войска, всеобщую мобилизацию объявлять, тактическое ядерное оружие. Что надо делать? Ну, вот я бы не советовал. Я уверен, что есть генералы сегодня и в генштабе, которые способны. И академию генштаба окончили, и другие там видовые академии, опыт какой-то получили. Но, вот для меня, например, непонятно, только слуги. Назначен был генерал армии Дворников. И нигде он не появился, не проявился и так далее. Ну, такие вот разговоры ходят, что он, когда посмотрел, кто в его состав будет входить туда, и что этому задачи не ставьте, у них своя задача, эти сами решают задачи. И он понял, что управлять вот этой массой невозможно. И плюс тебе еще там и депутаты там что-то советуют, от советов которых нельзя там освободиться, еще кто-то лезет туда и так далее. И мне кажется, ну, это такие слухи ходят, возможно, это фейк. Он просто отказался вот таким сбродом управлять. Потому что ни тактики, ни оперативные искусства нельзя применить и так далее в полной мере. Вот. Поэтому сегодня советовать... Ну, что я могу советовать? Сегодня нужно вот эту вакханалию прекращать. Ну, что такое военная операция? Не знаем целей, деноцификация, демилитаризация. Не знаем ни рубежей, которыми овладеть нужно, ни городов там и так далее. Ну, что это вот так сунуться? Никто трезвый, нормальный не пойдет руководить туда. Или вы дайте поставьте политическую задачу, вот. Вот как мы получили у Ельцина согласие на одновременный ввод своих подразделений в Косово вместе с НАТОвцем. И все, больше никого не подпускали. Больше никого ввели, взяли Пришнину, взяли аэропорт, все, доложили Ельцину и все. Вот сегодня, я еще раз говорю, что первое, что нужно сегодня вот, единственной организации, которая должна разрабатывать операции и реализовывать это Генштадт. Но сегодня нужен переговорный процесс. И Украина, не нужно думать, что там вот Зеленский там что-то говорит и так далее. Вот последняя фраза Зеленского, да. Что с Путиным и его командой мы вести переговоры не будем. Значит, надо Путину отойти, и те, кто не причастен, должны садиться со стол переговоров. Вы думаете, это реалистично? Вполне реально. Вы понимаете, там трезвые есть чудаки на Украине, там полно этих, там и национал-фашистов, и чего у них только нет там. Вот, но есть трезвые люди и среди военных, и среди политиков. Ну, хорошо, вот они там продвигаются, где-то есть успехи. Ну, а что дальше будет? Ведь Украина превратится, ну, если не в пустыню, ну, в колонию, будем говорить, полностью. И будет должником Западу, Соединённым Штатам Британии, прежде всего. Это на столетий. Вот. Она будет. Она развиваться не сможет. Вот. Это понимает всё. И плюс кладут лучших сегодня людей. Лучших людей кладут на поле боя. Вот. И нам нужно вот осознать. Да, у нас там и сарматы есть, и всё. Но, вот, пожалуйста, мы разместить у американцев, вблизи американских берегов, тактического ядерного оружия не сможем. А наши вот эти самые-самые лучшие в мире, вот, долетят ли они или не долетят. Или на каждую. У американцев развернута система противоракетной обороны, национальная пробка. Причём она вокруг нас стоит, тоже перехватывает на разных. У нас ничего этого нет. И вот стартует наша ракета, МБР, если или там ракета подводных лодок, значит, стартует в ту сторону. К нам прилетят, ну, в несколько раз больше. И всё, мы человечество обрекаем, так, то же самое, на какую-то смерть. Вот поэтому об этом думать нельзя. Тактическое ядерное оружие не спасёт, не спасёт даже вот наше положение и не решит проблему, там, наступления, там, на Киев, там, на Николаев и так далее. Вы понимаете, фронт – это вот величайшая была стратегическая ошибка, я бы сказал, оперативно-стратегическая. Там, 140, там, тысяч называется, 120, растянуть на 1200 километров. И украинцы стоят вот этой жизненькой цепочкой вдоль этого. Куда ядерное оружие пить? По этим пехотным цепям? Нет. Разрушать города? А больше что ещё разрушать? Ну, можно железнодорожные станции там и так далее. Но надо иметь в виду, в ответ мы обязательно что-то получим. И исключение из Организации Объединённых Наций, признание главной угрозой миру и ядерным террористам, и всё. И Россия на этом закончится. И дальше международные организации установят контроль над несостоявшимся государством или государством, как ядерным терроризмом. Поэтому нелёгкая ситуация. А если Запад устроит провокацию, сами взорвут что-нибудь, скажут, что это Россия? Ну, и так может быть. И так может быть. Вот газопроводы рванули. Запад обвиняет, что это Газпром, чтобы там не платить долги. Вот. Мы обвиняем, что они. Ну, и что? Ну, и будет эта пересылка знаков протеста. Что это даст? Всё может быть. Потому что есть силы. Я не говорю, что государство, но есть силы, которым вот эта война очень выгодна. И государством. Ну, мне кажется, британцы очень радуются, что мы вот воюем. А кроме государств, кого вы выделяете? Кто заинтересан в этой ситуации? Да есть, конечно. Конечно, ну, те же крупные олигархи, будем говорить, крупные компании, которые зарабатывают на этом. Это чисто экономический интерес. Есть там, ну, много пишут, что там есть и хасидская диаспора, которые видят там Новый Иерусалим. Ну, как говорится, мы видим, он в Африке или там в Латинской Америке, на лев даже там издыхает, бросается там и гиены, и шакалы там, и все там, значит, поедать. Вот примерно так на нас смотрят сегодня. На нас смотрят. И даже наши, те, кого мы считали там друзьями, партнерами надежными, они смотрят, что от России в этой ситуации отхватить. И Япония даже, она уж следит за группировкой нашей Дальневосточной, Тихоокеанской Дальневосточной. Как, сколько бригад идет, сколько кораблей идет сюда, на Украинский фронт, и уже поглядывает на Курильскую гряду, и не только на эти четыре острова, но побольше, тоже прихватить территорию. Леонид Григорьевич, все-таки я не верю в вариант, что Путин отойдет, и будут переговоры. Логика понятна, но просто не вижу для этого достаточных условий, так сказать. Какие условия, что еще нужно, чтобы еще там десятки? Я имею в виду, что сам Путин и его окружение на это не согласятся? А у нас, в соответствии с третьей статьей о Конституции, кто вообще-то является начальником для Путина? Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. И дальше, посмотрите, народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через систему там госорганов и так далее. Так кто у нас? Вот один человек, что ли, сегодня только вот определяет судьбу? Я так понимаю, по словам «непосредственно» вы имеете в виду те события, которые обычно у нас называются словом «экстремизм». Да нет. Вот под эту важнейшую статью нашей Конституции нужно разработать механизм реализации власти народа. А это свободные выборы, это референдумы, это влиятельные общественные организации, это, в конце концов, политические партии. А что у нас, выборы сегодня есть? Я не хожу, потому что результат предсказуем. Мы видим, какие выборы. Мы видим, кто во власти. Интеллекта нет во власти. Видим, кто министры, откуда они берутся. Вот, в частности, армия. 20 с лишним лет ни одного профессионала не было у нас последних лет. Министром обороны. А он является главнокомандующим. Пожалуйста, можешь ты быть. Леонид Григорьевич, последний тогда все-таки вопрос. Если мы предположим, что не будет никаких переговоров, чисто военное развитие событий, оно к чему приведет? Ваша оценка. Ну, в лучшем случае, вот я уже надеюсь в этой ситуации, что мы возьмем Авдеевку, которую, по-моему, за которую начались 28 февраля, по-моему, да. И все уже, Канашенко говорил, вот-вот уже все на окраине. И до сих пор. Вот возьмем, например, Авдеевку и объявим, что мы целей своих достигли. Вот. И призываем к прекращению военных действий. Вот с такого-то времени-то и так далее. И предложим переговоры. Но здесь уже главное, чтобы я, вот когда там армянское население, азербайджанское, мерило их по Карабаху еще, когда начинали. Вот. Я говорю, вы прекратите военные действия. Они, а как статус Карабаха? Я говорю, вот прекратите военные действия, чтобы не страдало мирное и не гибли вот эти ребята там на фронтах. А потом 101 год сидите в уютных креслах и обсуждайте статус Карабаха. Главное, чтобы не было войны. Вот сейчас на это. Но вообще-то есть вот варианты. Нас в Академию учили мудрые люди. Вот создадут ситуацию там на... Даже на картах, на командно-штабной игре на картах. Создадут и выхода нет. Ага, товарищ полковник, профессор, значит, он говорит, вот здесь 10 есть выходов. Из них там 4 выхода, вы выходите с победой. Ну как, где кругом окружили и так далее. То есть заставляли думать, вот и здесь есть. И я вот говорю, что это и в интересах Путина, в интересах его там команды и так далее. Пожалуйста, Путин, значит, назначает, меняет сейчас премьер-министра, а Мишустин остается первым вице и отвечает за те программы, которые сегодня работают. Назначается человек, не причастный никоим образом к войне, к спецоперации, но мудрейший человек России. И лучше, чтобы он был там, ну, экономистом, производственником. Чтобы вот не как Мантуров там всем руководит, а основы, оснований нет. Ну, к сожалению, то, что вы описываете, это полное противоречие с тем, что есть в нашей политике. Это такая революция сверху. Если производственника назначить исполняющего обязательства президента, да чтобы он, значит, олигархов приструнил, это, конечно, должно что-то экстраординарное произойти. Сегодня я вот заявление о 28 мае, там, значит, мы предупреждали, что угроза государственности, и сегодня она как никогда велика. Вот Россия перестанет существовать в таких рамках. Я еще раз говорю, что вот обвинят нас во всех грехах там, а мы во многом заслуживаем это, и введут, вот, исключат из Организации Объединенных Наций, объявят несостоявшимся государством, ядерным террористом и, главное, угрозой международному миру. И Генеральная Ассамблея не Совет Безопасности, там никто не заблокирует. Она примет подавляющим большинством голосов вот такое вот решение. И все, все заблокировано. Никто, никаких контактов, никаких там торговых отношений, финансов и так далее, мы в яму провалимся. И все. И тогда начнут бежать у нас уже наши субъекты Российской Федерации, бежать начнут, там и введут войска, там договорятся из Запада, с Востока войдут для контроля над нашими ядерным оружием. Вот и все. И не будет России. Поэтому выбор здесь у нас невелик. И вот приходят новые люди, объявляют прекращение войны и предлагают переговоры. Вот Зеленский об этом, Зеленского толкает. Европа вся, она страдает. Ну, меньше, может быть, Украины и нас, но тем не менее гораздо больше, чем американцы, китайцы, там и все-все от этого спецоперации. Они пойдут на это. Вот. И принести извинения, конечно. Вот. Не просить снятия санкций на первых парах. Все вот так. Главное прекратить, ну, зачищать территорию от нормальных, крепких, физически здоровых людей. Леонид Григорьевич, большое вам спасибо за ваши актуальные комментарии. Я уверен, будет большое количество вопросов под роликом. Дорогие друзья, пишите, что думаете о ситуации. Пишите, какие вопросы в следующий раз задать Леониду Григорьевичу. Думаю, через 2-3 недельки запишем повторную беседу. Большое спасибо. Всего доброго всем. Мира и благополучия. Самые верные слова. Субтитры подогнал «Симон»